Всем здравствуйте! Вы находитесь на парфюмерном канале СБК. Меня зовут Юлия, я основательница этого канала и парфюмерной студии в Санкт-Петербурге. Если вы впервые на этом канале, то, как вы могли догадаться, этот канал посвящен парфюмерии. Здесь я рассказываю о нишевых ароматах, некоторых эксклюзивных ароматах, которые недоступны к продаже в России, а также рассказываю немного о люксовых ароматах и о том, как создаются ароматы и о их истории. Если вам тема парфюмерии интересна и особенно, если вы интересуетесь нишевой парфюмерией, тогда оставайтесь на канале и подписывайтесь для просмотра будущих видео. А сегодняшний выпуск я хочу посвятить аромату, который я приобрела совсем недавно в Каннах в магазине Тайзу и называется этот аромат 777 Stéphane Ulbert Luka Generation 2022. Как вы понимаете, этот аромат не новый, несмотря на такое прекрасное название 2022. И тем не менее, я сегодня решила о нем рассказать. Итак, давайте начнем с распаковки. Такая коробка. Скромная коробка в черном цвете. Шкатулка. И черный флакон. Очень красивое стекло. Здесь очень скромный объем. Всего лишь 50 мл. Я люблю небольшие флаконы. Во-первых, это удобно. В крайнем случае, можно взять с собой в сумочку. Но и плюс, если у вас большая коллекция, то большие флаконы не очень удобно размещать в шкафах. И еще очень важный момент. Если вы начали пользоваться уже духами, то рекомендую быстрее их заканчивать. Так как воздух, который появляется внутри флакона, может нанести вред любым духам. Поэтому не стоит хранить духи вскрытые, которые вы уже начали использовать длительное время. Поэтому маленькие флаконы в данном случае намного, на мой взгляд, интереснее. Итак, о чем аромат Generation 2022? Поколение 22. Этот аромат был создан в 2013 году. И, конечно, тогда и разговора не было о ковидных временах. Но сейчас это название стало каким-то знаковым. Конечно же, мы очень все надеемся, что все сложности с пандемией закончатся. И уже в 2022 году мы будем свободно перемещаться по миру, как это было совсем недавно. Ну а сейчас давайте я расскажу подробнее про тот аромат, который Стефан Тумберт Лука создал еще в 2013 году. Итак, чем же меня привлек аромат Generation 2022? Ну, прежде всего, конечно, датой. Во-вторых, я уже поклонница этого бренда. Мне нравится, как Умберт Лука создает свои ароматы. Мне нравится, что флаконы небольшие. И, несмотря на то, что они действительно хранят в себе эстетику Востока, меня это не смущает. Что еще особенного в этом аромате? Ну, конечно же, в духах самое важное что? Конечно же, аромат. Хотя, есть разные мнения и существует большое количество коллекционеров флаконов, а не ароматов. Для меня в бренде парфюмерном важно все. Стратегия, концепция, флакон, безусловно, название. И самое важное это аромат. Это удовый аромат. Как многие из вас знают, уд в парфюмерии это достаточно мощное звучание древесного аккорда. Но не думайте, что Generation 2022 с наличием уда это очень мощный, тяжелый и супер арабский парфюм. Ничего подобного. Давайте я расскажу, как этот аромат раскрывается на коже и о том, какая альфакторная пирамида заявлена маркетологами. И, конечно же, вы знаете, то, что заявляют маркетологи и рекламщики об аромате, совершенно не значит, что именно это положили нам с вами во флакон. Чем меня привлек аромат Generation 2022? Прежде всего, этот аромат для мужчин, а мне показался он вполне себе насильным и для женщин. Во-вторых, здесь очень интересное на мой вкус сочетание уда и черной смородины, а также мяк. Я люблю удовые аккорды в парфюмерии, особенно потому, что создать красивый уд без использования натурального уда не так легко. Это требует определенного умения, сноровки и тонкости работы. Итак, давайте послушаем, как этот аромат раскрывается на моей коже. Очень красивая крышка, мне нравится. Раскрывается действительно ягодным стартом, немного мятным. Это листья черной смородины, и я бы сказала, что здесь присутствует земляника, которая в альфакторной пирамиде не заявлена. Сочетание черной смородины и земляники дает очень ягодный, приятный, немного тягучий эффект. Наличие небольшого количества этилмальтола, также присутствует тот самый сладкий компонент, который напоминает нам петушки на палочке или сладкую вату. Включается достаточно быстро молекулярная история, которая очень часто помогает парфюмерам в создании удового аккорда. Что такое уд? Расскажу для тех, кто не знает, и напомню тем, кто знает. Уд – это агаровое дерево, которое произрастает в южных широтах. Как правило, уд получают из Индии, Лаоса, Вьетнама, Таиланда. И эти деревья растут более 100 лет. В какой-то момент времени они заражаются определенными бактериями и грибами, и их сердцевина становится черной. Именно ее используют для получения эфирного масла удового дерева, так называемого. И это масло действительно имеет очень темный, темно-коричневый цвет и очень яркий. Поверьте, натуральное масло уда носить европейский человек практически не может. Это безумно яркий аромат, напоминающий все конюшни и свинарники одновременно, а также стукший сыр и много-много других неприятных моментов. Но, если вы парфюмоньяк, и вы любите необычные яркие ароматы, тогда присмотритесь к парфюмерии с натуральным удом. В данном случае я натурального уда не слышу, и это плюс, так как европейцы смогут носить, и действительно уже носят, такой аромат. Здесь аккорд уда построен на сандаловых, кедровых деревьях и на эфирных маслах и молекулах. Безусловно, здесь достаточно ярко присутствуют анималистичные ноты, но при этом никаких выгребных ям здесь нет. Если говорить о категории уда, по факту существует на рынке четыре категории уда. Самый нежный, приятный и максимально удобный для восприятия европейцев это уд из Таиланда. И вот здесь воссоздан именно такой достаточно спокойный, древесный, горелый уд, тайский уд, я бы сказала. Здесь также присутствуют амбра, амброксан, смолистые ноты бензоина, лабданума. Обожаю бензоин и лабданум, это такие смолистые, теплые, глубокие молекулы и абсолюты, которые дают теплоту любому аромату и темноту в том числе. Сочетание черной смородины и земляники, немного слышу здесь пудровых нот. Это молекулярные истории, которые относятся в основном к ирисам. А что здесь еще есть интересного? Здесь, безусловно, достаточно много от жасминовой части, что заставляет аромат подниматься, лететь и становиться более прозрачным. Не могу сказать, что этот парфюм Generation 2022 очень тяжелый и очень мощный. И огромное количество древесных нот утяжеляют настолько, что невозможно носить днем. Нет, вполне себе деликатный аромат. Я бы его отнесла к древесным ароматам. Не бойтесь, что здесь присутствует ут. В данном случае это не ут, а манталь. Манталь на самом деле, бренд парфюмерии, манталь был один из самых первых, кто привез в Европу так называемый ут, который на самом деле являлся молекулой трисамбер. На сегодняшний момент существуют намного более яркие молекулы. Кстати, если вы хотите послушать настоящий ут, приходите к нам в студию Эсбуке. Я вам покажу настоящее эфирное масло уда из Таиланда и Лаоса. Поверьте, они отличаются. Что касается этого аромата, для меня это достаточно деликатный, спокойный, фруктовый, при этом пудровый, косметический, дорогой аромат с сандалом, кедром и молекулярной составляющей амбры и бензоина, лабданума или смолистых нот. В базе аромат становится чуть более сладким. Здесь включается ваниль или ванилин и опять-таки сочетание с бензоином, может быть немного стеракса, дает вот эту глубину, темноту и такую невероятную комфортную обстановку. С одной стороны он строгий, но за счет фруктовых нот и бальзамических нот становится очень комфортно. Я бы рекомендовала этот аромат для мужчин и для женщин. Наверное, все-таки для женщин в вечернее время, а для мужчин вполне себе подойдет и в дневное время, если, конечно, у вас не та самая работа, где нельзя иметь яркие ароматы. Аромат не настолько шлейфовый, насколько, быть может, многим бы хотелось. Для меня это плюс. Достаточно стойкий на коже, но при этом не будет оставаться в лифте, когда вы вышли. Конечно, если вы будете правильно его наносить. Здесь достаточно двух распылений для того, чтобы аромат достаточно ярко украшал вас в течение дня. И я думаю, этот остался бы до самого вечера. Также я бы порекомендовала этот аромат для девушек, которые ищут деликатный, красивый, древесный аромат и не боятся носить ут. И для тех, кто любит черную смородину, здесь она достаточно ярко представлена в самом начале аромата. Если вам понравился этот обзор, вам интересны нишевые ароматы, ставьте лайк этому видео. Я вас приглашаю к нам в студию Эсбуке, ознакомиться с этим ароматом. Быть может, он вдохновит вас на создание вашего собственного аромата с удовым деревом. Ну или просто приходите в гости и знакомьтесь с эфирным маслом уда. Оно также представлено у нас в парфюмерной студии Эсбуке. Ну а я с вами прощаюсь до новых парфюмерных видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok